Всем привет! Меня зовут Алена, я терпеть не могу хранить дома всякий хлам, но приходится, потому что хочется рассказать о продукте и снять видео о пустых баночках. Напишите, пожалуйста, что из того, что я сейчас покажу, вы использовали. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень интересно с вами пообщаться и давайте скорее приступим. И первое, что я хочу показать, я знаю, что зарекалась не показывать использованные недорогие средства типа шампуни, порошков, зубных паст и так далее, но я просто не могу пропустить. Это кондиционер для белья, кондиционер, кстати, для детей от фирмы Nature Love Mere, не знаю, как правильно. Он из более дорогого сегмента и он так восхитительно пахнет, хотя даже вот сейчас открывая и нюхая его, не такой вкусный запах, как остается на белье после стирки. Хотя обычно я не люблю, когда, например, полотенце чем-то пахнет, свежее полотенце, даже вот каким-то вкусным кондиционером, но это исключение. Я даже не могу описать, чем точно он пахнет, но... Наверное, это какие-то цветы, очень цветочный, свежий аромат и очень приятный. И следующее средство из категории для дома, это такой клинер от компании Baby Gun X для детских игрушек, столов, стульчиков и так далее. Сделано в Штатах, заказываю его регулярно на iHerb, мне кажется, я уже жить без него не могу. И оно действительно хорошо, во-первых, справляется с загрязнениями, а во-вторых, я доверяю этому средству и мне кажется, что он дезинфицирует на уровне. Куча коробочек от очищающих полосочек для Т-зоны, это для носика, для лба и подбородка. Они все одинаковые, единственное, что зеленые и синие, разница в том, что здесь было больше, здесь меньше полосок. И я, как видите, использую постоянно, регулярно, после душа, приклеиваю на влажную кожу, сверху еще смачиваю водичкой. И, так скажем, результат на лицо видно. Оно действительно очищает кожу от загрязнений, от черных видимых точек. Но я думаю, что это не панацея, потому что все-таки снимается только верхний слой, только, грубо говоря, шляпка. И, тем не менее, я продолжаю пользоваться, потому что мне это нравится, мне нравится результат, который я вижу на лице. Но, опять же, им надо пользоваться этими полосочками постоянно, потому что результат ненадолго. Следующее средство, это вот такие пластыри для, точнее, от Акне, от компании Косарекс. Опять же, заказывала на Ахерп, и, кстати, заказала еще одни, потому что мне понравились. Смысл в том, что вы наклеиваете вот этот маленький пластырь, он в виде кружочка, там они есть разного размера. И вы наклеиваете этот пластырь на проблемный участок, на, допустим, прыщик, на ночь. И утром, снимая его, вы либо видите, что вообще уже ничего нет, как будто и не было, либо видите, что этот пластырь помог прыщику созреть. Рекомендую всем, и не знаю, как я была без них раньше. Дальше у меня закончилась умывалка тоже из Ахерп от компании The Face Shop. Она подходит для всех типов кожи, ею даже можно смывать макияж с глаз, и у нее действительно хороший состав. Единственное, что это не то средство, которое будет очищать кожу до скрипа. То есть это очень бережное очищение с алоэ, тут нет никаких кислот, поэтому лично я использовала эту умывалку в те дни, когда кожа была, так скажем, перенасыщена этими всеми кислотами, когда я видела, что она уже от них тупо устала. Вот, и думаю, что не буду заказывать ее снова, потому что хочется попробовать что-то еще. А так, да, неплохая, и, по-моему, она была вполне себе бюджетной. Патчи от Petit Fee, черные. До сих пор приятно пахнут. Вот, ничего плохого не могу сказать, они мне нравились, причем нравились, наверное, на том же уровне, что и золотые, но единственный минус, что они видны. То есть если золотые я могла наклеить и выйти, допустим, ехать в машине, и никто особо на это внимание не обращал, потому что просто-напросто их было не видно, и либо под очки, то черные, конечно, заметно, и в этом плане они проигрывают. А так, да, неплохое средство, но единственное, вы, естественно, должны понимать, что это, так скажем, однодневная помощь. То есть вы наклеили, получили эффект, который продлится максимум до конца дня, а завтра вам нужно наклеивать их снова. И, кстати, срок годности у таких патчей всего 60 дней после открытия баночки, поэтому не забывайте об этом и пользуйтесь ими чаще. Храните лучше в холодильнике, особенно летом. Увлажняющий крем Этюд Хаус с коллагеном. У него приятный запах, чем-то похож на запах свежесрезанного тюльпана. И он действительно хорошо увлажнял, но вот это увлажнение я почувствовала только тогда, когда средство закончилось, то есть я почувствовала, что мне его не хватает. А когда я пользовалась им ежедневно, все было нормально, и было такое ощущение, что крем нормальный, но ни туда, ни сюда, как-то можно и без него обойтись. И сейчас, когда он закончился, я понимаю, что он действительно был классный, он действительно хорошо увлажнял мою кожу, и я его использовала на зимний период в качестве дневного крема. Мне кажется, что летом он будет слегка тяжеловат для жирной кожи, но хорошо подойдет для сухой и склонной к сухости. Он не забивал поры, никаких высыпаний от него не было, поэтому никаких нареканий в этом плане нет. Очередная бутылочка мицеллярной воды от Биодерма. Я уже говорила, что жить без нее не могу. К сожалению, мицеллярная вода от Гарнир мне не подходит, потому что вызывает высыпание. Но, к счастью, есть Биодерма, которая стоит, конечно, подороже, но я вижу, что она хорошо справляется со своей работой, она хорошо смывает макияж, либо какие-то загрязнения, которые скапливаются в коже за день. Но, опять же, не забываем обязательно умываться после использования мицеллярной воды. Еще у меня закончился Гидролат Розы. Это украинская компания Органика. Мне понравился. Гидролат – это что-то типа тоника. Единственное, что я не очень люблю запах розы, который тут есть. И у меня еще был Гидролат Нероли, который, к сожалению, я разбила. Это стеклянная такая темная бутылочка. И вот Гидролат Нероли – это просто восхитительная вещь. Я обязательно куплю еще раз. Она классно увлажняет кожу, и я после него даже не использовала крем, если это был летний период. После розы я чувствовала немножко стянутость и важность нанесения увлажняющего крема после. Тут, кстати, до сих пор есть ценник. 229 гривен – это где-то 9, наверное, долларов за 100 мл. Пилинг – эксфолиант от компании «Дерма-И» с аха-кислотами. Неплохой вариант для тех, кто либо совсем не пользовался еще кислотами, либо пользуется ими не так часто и не так много. У него слегка кисловатый такой аромат, но тем не менее не отвратительный. И его нужно использовать только на ночь. Лучше, конечно, в период с неактивным солнцем. То есть сейчас уже летом скорее нет, чем да. Хотя, если серьезные проблемы, я думаю, что можно на это закрыть глаза, если использовать потом хороший спея в дне. И он слегка пощипывал кожу, и мне казалось, что изначально у него был лучший эффект, чем потом со временем. Постепенно он все больше и больше ухудшался. То есть, скорее всего, он окисляется, и его результат воздействия на кожу становится хуже. Закажу ли я его еще раз? Скорее всего, да, но уже осенью, ближе к зиме, потому что я боюсь. Я боюсь таких продуктов. И да, это средство действительно как будто бы улучшает, либо даже восстанавливает цвет лица. И помогает коже лучше отшелушиваться. То есть это exfoliant, пилинг, все понятно. Возможно, на следующий день после использования вы увидите какие-то шелушения на коже. Но это работа пилинга, это так нужно, поэтому им стоит пользоваться не чаще одного раза в неделю. Тут так и написано, кстати, один-два раза в неделю. И думаю, что, так скажем, неопытные пользователи кислот однозначно заметят какой-то результат. А для тех, кто пользуется кислотами часто, думаю, что скорее нет, потому что это более слабый такой продукт. Дальше маска от компании Andalun Naturals с гликолевой кислотой. Она идет тыквенная. Но мне пахнет корицей и смесью для гринтвейна. Она мне очень понравилась. Я обязательно закажу себе еще одну. Она улучшает цвет лица. Она придает ему какой-то бодрости, что ли, и подтягивает очень хорошо. Не заметила какого-то очищающего эффекта, но она пощипывает кожу при нанесении буквально первые две минуты. Потом становится легче. И после того, как вы ее смываете, наверное, минут 10-15 остается немножко розоватый, красноватый даже цвет лица. Смывать обязательно холодной водой, для того, чтобы еще больше подчеркнуть этот эффект. И использовать ее стоит на сухую чистую, естественно, кожу на 10-20 минут. Но, опять же, либо в зимний период, то есть неактивное солнце, либо на ночь. Следующая маска от Гималая. Это глиняная маска. Она хорошо действительно справляется с тем, что тут написано. То есть она классно очищает кожу. При этом она может подсушить. Я уже говорила в каком-то из видео, но если вы не слышали, послушайте еще раз, потому что это важно. Используя любую маску из любой глины, неважно, белая, розовая, красная, зеленая, какие там еще бывают, обязательно, как только вы чувствуете, что она подсыхает, либо видите это в зеркале, это заметно невооруженным глазом, берите обычный пульверизатор, наливайте туда очищенную воду и сбрызгивайте лицо. Либо еще лучше использовать термальную воду, но это уже такой не самый бюджетный вариант. Этим вы добьетесь того, что маска очистит хорошо кожу, при этом не иссушив ее, не вытянув влагу из кожи. Этой маске я ставлю тоже пятерку, я довольна ею, и хочу заметить, что я ее заказывала на iHerb, но у нас, как я потом уже узнала, есть представители в Украине, есть и в России, и у них на сайте гораздо дешевле. Поэтому проверяйте перед покупкой, маской, еще раз повторюсь, я очень довольна. Еще одно неплохое средство для лица, это гиалуроновая кислота, серум с гиалуроновой кислотой от компании Now Solutions. Неплохое средство, мне понравилось, оно неплохо увлажняло, и единственное, что надо помнить, что после серумов, либо тоников с гиалуроновой кислотой, обязательно сверху наносим крем, причем как можно быстрее, и плюс ко всему, у него очень удобный дозатор. У меня сейчас новое средство со 100% гиалуроновой кислотой, здесь не 100%, 97%, по-моему, хотя могу ошибаться. И вот то средство, оно просто идеальное, но в абсолютно жуткой бутылочке, поэтому я подумаю, как бы его перелить сюда и пользоваться дальше. Мой самый любимый крем для области вокруг глаз, который я обязательно куплю еще раз, но уже, скорее всего, ближе к осени, потому что сейчас мне не нужно такого сильного увлажнения и питания, это, конечно же, Kiehl's с авокадо. Я не встречала крема лучше, и единственная моя рекомендация, если вы вдруг собираетесь покупать, берите баночку поменьше, потому что у него срок годности всего 6 месяцев после открытия, и вам этого хватит просто за глаза и на глаза и так далее. Я половину даже этого крема дала маме, потому что понимала, что я не успею допользовать всю баночку, и ей он, кстати, тоже нравится. Тут 14 грамм продукта, если что. Еще одно средство, без которого я не представляю в своей жизни, это крем Bipantene. Покупала, покупаю, буду покупать. Я использую его вместо ночного крема, не часто, но тем не менее, и, естественно, это в первую очередь крем для ребенка, для сына я тоже его обязательно постоянно использую. Также я пользуюсь мазью от Bipantene, снимала о ней отдельное видео, посмотрите здесь, оставлю ссылку. А Bipantene, конечно, новый тюбик я уже купила, и, кстати, большой объем, 100 грамм, покупать гораздо выгоднее, чем этот, тут у меня 30. Carmex, даже не знаю, что еще о нем сказать. Классное средство для губ на зиму, идеально, хотя состав у него не самый лучший, если для вас это важно, обратите внимание. Мой любимый уксус с малиной от Evrocher. Пахнет сладенькой малиновой конфеткой, очень классно, причем аромат остается на волосах слегка, то есть при близком контакте, если понюхать волосы, хотя обычно так никто не делает, но тем не менее, вы чувствуете этот аромат, и он как будто бы поднимает настроение, плюс ко всему, естественно, это не единственное его достоинство. Но самое главное, он придает волосам блеск, чему я безумно рада и буду покупать еще. Сейчас купила другой, тоже от Evrocher, и, к сожалению, разочарована, поэтому нужно возвращаться к малиновому. Средство от Ariflame. Это увлажняющий ухаживающий бальзам. Я его использовала на сухие участки на локтях. К сожалению, я его нашла где-то далеко забытым в своей косметичке, и, скорее всего, у него уже вышел срок годности, поэтому мне придется от него избавиться. А так, для сухих мест очень хороший продукт. Можно даже использовать на пяточки, например. Единственное, я бы не стала использовать на губы или на лицо еще где-то, потому что это не совсем гигиенично, туда постоянно лезть пальцем. Хотя можно приспособиться, допустим, какой-то маленькой ложечкой косметической, либо ватной палочкой. Еще одно средство, которое можно купить, по-моему, в любом супермаркете, это крем от Невея для рук, интенсивное питание для сухой кожи с маслом макадамии. Обалденный крем. Действительно классно восстанавливают руки. Уж не знаю, как у него здесь с составом. Хотя неплохой состав. Глицерин, вода, сетиарил, алкогол. Это неплохой компонент. То есть это не спирт. И если у вас такие же, как у меня, проблемы зимой с руками, у меня постоянно шелушатся даже руки, иногда до такого доходят, если я вдруг забываю дома перчатки или варежки, то вот это средство, которое очень быстро и хорошо восстанавливает руки. Вот, посмотрите на него еще раз. Дальше закончился витамин D3 от Child Life. Постоянно даю сыну в период с октября по апрель. Каждый день по 8, по-моему, капель. Это тот продукт, который в первую очередь советуют все педиатры у нас. Тем более, что мы живем в такой достаточно умеренной климатической зоне, где зимой не так много солнца. И практически у 90, а если быть точнее, 86% населения недостаток витамина D3. Он в жидкой форме, тут очень удобная пипетка, тут пронумеровано сколько миллилитров. А я же с мужем пьем в форме таблеток. И так получилось, что из декоративной косметики у меня три продукта для ресниц и три продукта для бровей. Давайте начнем с ресниц. Тут две мои любимые туши. Первая это L'Oreal Telescopique, а вторая это Vivienne Sabo. Опять же, наверное, прочитаю неправильно. Jealous. Я так читаю. Обе туши классно удлиняют, причем Telescopique еще и хорошо подкручивает, и при этом держит эту волну, так скажем, на ресницах. Jealous тоже хорошо подкручивает, но уже меньше вот этой волны, но при этом Telescopique только удлиняющая, а Jealous, как мне кажется, еще и добавляет немножко объема. Обе очень сильно люблю, и, конечно же, уже купила новые. И третий продукт это вот такой витаминный комплекс для ресниц от компании Everlime. Он белого цвета, без особого аромата. Это, честно, вообще какая-то ерунда. Я не знаю, для чего его использовать. Тут написано, что это активная сыворотка для ресниц 3 в 1. Ни 3 в 1, ни 1 в 1, ничего я не почувствовала, не заметила. Тут еще куча продукта, я выбрасываю, потому что, ну, просто не вижу никакого эффекта и результата, не важно, сколько бы я уже не пользовалась. И следующие три продукта для бровей, в первую очередь, это вот такой гель от Oriflame для фиксации бровей. Он прозрачный и тоже ерунда, потому что никакой фиксации нет, просто смачиваешь волосы, как будто это какая-то липкая, слегка вязкая водичка, и все. Я как-то не очень довольна. Единственное, для чего можно его использовать, это для того, чтобы, если перед этим вы используете, допустим, карандаш или тени, или какую-то цветную, то есть коричневую тушь для бровей, то неплохо распределять, так скажем, растушевывать вот этой кисточкой и этим средством. Тогда да, а вообще просто выкинутые деньги. Следующее, это от L'Oreal Brow Artist. Это тоже гель для бровей, с такой маленькой интересной щеточкой. Достаточно удобной, кстати, если приноровиться. И плюс тут есть небольшие ворсинки фибры, которые делают визуально гуще ваши брови. У меня цвет Dark Medium. Все потому, что раньше у нас в Украине не было light цвета, поэтому пришлось покупать то, что было, и очень сильно его растягивало, то есть буквально немножко казалось брови, и потом растягивало прозрачным гелем цвет. А так продукт хороший. Я никогда не думала, что он у меня закончится, но, видимо, и ему пришел конец. Не буду пока что покупать новый, но если что, то обязательно буду иметь его в виду, потому что продукт хороший. И последнее средство, это тоже прозрачный гель для бровей. Правда, он у меня уже слегка такой бежевый или даже коричневый, потому что я использовала его сверху на цветную тушь, на коричневую тушь для бровей. И это компания Bird. И я, наверное, буду постоянно, всем и на протяжении всей своей жизни рассказывать о том, что это просто чудо, а не гель для бровей. Он обалденно фиксирует брови, при этом не делает из них нечто такое зацементированное, которое невозможно ничем не стереть, не вытереть и прикасаться неприятно. При этом брови не разлетаются в разные стороны и зафиксированы до тех пор, пока вы его не смоете, то есть на целый день. И еще, что более приятное, то что он стоит всего в районе 2 долларов. Если у вас есть возможность, хотя бы попробуйте. Это полный аналог геля для бровей прозрачного от Lancome, который очень многим нравится, но который стоит в разы дороже. Этот стоит всего 2 доллара. И единственный недостаток, его достаточно тяжело найти, по крайней мере у нас в Украине, я нашла только в сети Watsons. И то в интернет-магазине, в обычных оффлайн-магазинах не видела ни разу. На этом все. Большое спасибо за внимание. Я желаю вам хорошего дня и всего самого-самого доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова